Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. В Десногорском водохранилище появились новые жильцы. Отраслевой проект «Динамо Русатом» объединил юных спортсменов из Московской и Смоленской областей. На Смоленск АЭС в работе находятся три энергоблока. Общая мощность составляет 3138 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии за 10 дней октября составила 660 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 11 миллионов. С начала года энергоблоками Смоленск АЭС выработано 16,1 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Одну из ценностей госкорпорации «Росатом» ответственность за результат продемонстрировала Смоленск АЭС, внеся вклад в экосистему Десногорского водохранилища. 6 тонн двухлетнего толстолобика и белого амура, выращенных научно-селекционным центром Тверской области, была выпущена в Десногорское водохранилище 10 октября. Цель зарубления Десногорского водохранилища – это получение биомиллиаративного эффекта, то есть очищение воды и для борьбы с биопомехами на тепломеханическом оборудовании АЭС. Как отметил Алексей Дьяков, растительноядные виды рыб помогают предотвратить зарастание водохранилища водорослями, уменьшают количество фитопланктона, улучшают тем самым качество воды. Толстолобик, например, хороший помощник в борьбе с сини-зелеными водорослями. Чтобы прокормиться 10-килограммовая особь, в среднем в сутки пропускает через жаберный аппарат 50 кубов воды. Экологический мониторинг прудоохладителя подтверждает чистоту воды. Рыбомиллиараторы выполняют свое предназначение. Это мероприятие еще для экосистемы очень хорошо, что биоразнообразие, тут уже определенное стадо собрано, его надо все же поддерживать, чтобы это стадо было на таком же уровне. Как для экологии водохранилища, так, я думаю, для атомной станции тоже это будет хорошо. В Десногорске состоялся первый турнир по баскетболу «Золотая осень» среди юношей и девушек 2003 года рождения и младше. В турнире, который теперь будет ежегодным, приняли участие команды девочек из Московской области, люберцы и мытищи, мальчиков и девочек из Смоленска, Кордымова и три десногорские команды. Торжественное открытие состоялось в пятницу, 7 октября. На нем присутствовали представители администрации города, Смоленской атомной электростанции и депутат областной думы. Они поприветствовали участников соревнований и пожелали им удачи. По русской традиции, хозяева турнира всех спортсменов угостили пирогами. Дети еще более интересно играют, даже чем взрослые, потому что у них больше эмоций, у них больше непосредственности. Они больше души вкладывают в то, что происходит. Для них эта игра – больше жизнь, чем для людей взрослых, которые понимают, что это всего лишь техника. В соревнованиях участвовали дети разного уровня подготовки. Но это не помешало быть турниру интересным и динамичным. Наши ребята держались до последнего, проявляя спортивный характер. Девчонки в тяжелой борьбе за третье место все-таки уступили более сильной смоленской команде. За первое место боролись девочки из Люберец и Мютич. Очень напряженная и красивая игра, команды были практически равны. Но спортивная удача была на стороне Люберец. Они победили со счетом 61-20. Ура, мы победили! Да, на этом этапе, конечно, они сильнее, потому что если взять наших девочек в Деснокорске, которые занимаются все, может быть, полгода, да, и люди, которые уже пятый год играют чуть ли не с детского сада, у них большая разница. Поэтому вы посмотрели, мы посмотрели, и дети наши посмотрели, что вот туда надо стремиться, так тренироваться. А вот наши мальчишки показали очень хорошие результаты. Две команды и два призовых места. В игре за третье в упорной борьбе с командой Смоленска наши ребята со счетом 28-17 одержали победу. Смоленская команда оказалась достойным соперником, но, как известно, в спорте побеждает сильнейший. А вот борьба за первое место показала, что равных десногорцам на этом турнире не было. В итоге со счетом 34-0 наши мальчики вышли на первую ступеньку пьедестала. Первый раз выиграли, мы очень довольны первым местом. Мы были сначала не готовы к этому турниру, но уже начали играть, когда были уже настроены на первое место, и все. Ура! Все участники турнира получили грамоты о победителе дипломы и медали. Также были отмечены самые полезные игроки в каждой команде. Будем надеяться, что этот турнир станет традиционным и в следующем году соберет больше участников. А нашим командам удастся завоевать еще больше побед. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok